Всем здравствуйте! Меня зовут Егор Незванов, я автомеханик СТО Маршака. Сегодня у нас в работе Peugeot 4007, оснащенный двигателем 2.4, 16 клапанов. И мы производим замену масла в автоматической трансмиссии, а именно в вариаторе. Для этого нам понадобится масло, прокладка поддона, фильтр-заборник или грубой очистки, как его еще называют, и фильтр тонкой очистки. И само собой прокладка под фильтр тонкой очистки, там под теплообменником установлен этот фильтр. Замену масла в вариаторе мы начинаем в первую очередь с проверки уровня и состояния масла. Здесь это, так скажем, намного проще, потому что есть щуп. Достаем щуп и смотрим состояние. На щупе мы видим, что у нас 2 риски уровня масла. Это на горячую и на холодную. Ну и мы ни на одной из рисок масла не видим, что только на самом кончике присутствует масло. Ну, по цвету масло светлое. Со слов клиента, он его менял у дилера ранее. Когда обслуживался. Но масло не в уровне. Клушаем автомобиль и поднимаем на подъемнике. Ремонт автомобиля всегда начинаем, я по крайней мере всегда начинаю, с осмотра диагностики и осмотра ходовой части. Вот в данный момент клиент не заявлял ни о чем, но обнаружен люфт. И я вот здесь хорошо вижу, что люфт в шаровой опоре. Как мы ранее посмотрели, на щупе масла не хватало. Это говорит о том, что или масло в прошлый раз не далили, или все-таки где-то что-то не герметично. Я вижу, что здесь небольшие потеки масла. Сейчас будем смотреть, откуда они могут быть. Вообще, я вижу, что они на щупе. Это еще факт, а будто мимо пролили. Так вроде все сухо. Снимаем пластик, точнее, так скажем, левую защиту. Крепится она на пластиковых клипсах. Эти клипсы очень часто ломаются. Но проблем с наличием их нет. На складе чаще всего нужного размера и образца есть. Далее, что я делаю? Я сливаю масло со сливной пробки. И обязательно всегда сливаем в какую-нибудь емкость старую. Чтобы посмотреть на наличие примесей и состояние масла. Головкой на 19. Масло сливается довольно-таки светлое. Значит, вариатор обслуживали. Заодно мы посмотрим количество слитого масла. Так скажем, тоже мера будет. Несмотря на то, что мы посмотрели на щупе. Так, перед тем, как открутить поддон, чтобы нас тут не капало, мы не облились, мы завернем пробку, чтобы не лилось. А далее это опять все поймаем в канистру максимально. Слилось в районе 2,6. Ну, еще где-то в поддоне немного осталось. Далее подставляем бочку. У нас уже масло закапало. Вот, наверное, видно хорошо, что масло чисто льется. Поддон здесь установлен на прокладке. С одной стороны это даже очень просто. Прокладку сняли, все почистили, обезжирили. Установили новую и прикрутили. Опять же обязательно смотрим состояние магнитов. Чтобы не было на ней какой-то крупной стружки. Продукт износ в любом случае на ней будут. Потому что коробка работает, детали изнашиваются. Опять же, я здесь не вижу ничего такого криминального. Далее снимаем маслозаборник и фильтр грубой очистки. Там простая металлическая сетка, которая очень часто вот здесь по бокам забивается грязью. Сейчас опять польется какая-то часть масла. Надо быть аккуратным. Фильтр тонкой очистки установлен под теплообменником. Хоробка у нас должна охлаждаться. В данном случае это здесь идет посредством теплообменника. И стоит еще дополнительный радиатор. Вот он стоит под этим теплообменником. Сейчас я его откручу. И продемонстрирую дальше. Обязательно проверяем. Крепление самого теплообменника. Потому что эти болты на более старых автомобилях очень-очень сильно закисают. Бывали случаи, когда сломанный болт оставался в коробке. Пока два у меня сдернулись. Доступ к нему очень неудобный, ограниченный. Нет, закислили оба болта их. Не будем трогать его. Я могу попытаться, но есть вероятность того, что я его сломаю. Вот эти два идут. Давайте я вам покажу. Нет, он идет в тело. Вот, смотрите. Вот, раз, два. И вот те два сверху, они часто закисают. Вот, что я и говорил. Я его сейчас дергаю сильно, но я его могу сломать. Если сломаем, насколько ремонт увеличится в стране? Это съем коробки и уже вываривать. Там на месте не подвариться мне будет. Как я ранее говорил, фильтр тонкой очистки стоит под теплообменником. И очень часто у них закисают два верхних болта. У нас, к сожалению, это произошло. С клиентом я обговорил этот вопрос, что при, так скажем, сломанных болтах придется снимать коробку и уже на снятой коробке пытаться что-то сделать с этим болтами. Мы сейчас пробуем. Я уже взял вороток побольше. И будем пробовать, что сломается, не сломается. Ну, дай бог, что повезет. А не повезет, так снимаем коробку. Опа! Вроде бы сдернулся. Сейчас возьмем другой инструмент. Звук был. Скрипящего болта. Так, один болт есть. Вот, пожалуйста. Можно даже посмотреть. Вот это алюминиевая пыль на нем. Болт заворачивается в корпус КПП. Ну, а вот он, в КС-1 выкрутили. Пробуем другой. Что здесь все? Неудобно очень. Доступа нет. Можно поснимать шланги, конечно, все. Но теплообменник тоже очень уже хлипкий и ржавый. Главное подобраться и открутить этот болт. И будет всем счастье. Опа! Вот он, звук был страшный. Нет, тоже пошел. Все. Слава богу. У нас все получилось. Буду второй. Так, мне покурить захотелось даже. Для удобства, чтобы добраться до теплообменника, можно снять патрубки системы охлаждения. Вот они, два патрубка. И два патрубка у нас идет как раз вот именно само охлаждение коробки, которая уходит уже на второй радиатор, на первый радиатор охлаждения. Но автомобиль уже все-таки не новый. И очень часто вероятность, что вот мы снимаем вот эти патрубки, а под ними большие-большие коросты. Что за собой повлечет замену теплообменника. Так, так скажем, спасая деньги клиента, меньшее, чтобы было неудобство, мы теплообменник просто отодвинем в сторону. Не снимая патрубки вот в таком состоянии. И сейчас я его аккуратно отодвигаю. Аккуратно отодвигаю. И вот там вот видно. Вот он фильтр. Тонкой очистки, которую очень многие забывают менять или не знают. Обязательно отследить, вот что у нас произошло. Резинка самого фильтра осталась у нас там. Бывали случаи, что механики пытались одеть фильтр на старую резинку. Сейчас я изымаю ее. Вот эта резиночка, так скажем, уплотнительное кольцо самого фильтра тонкой очистки. Вот это уплотнительное кольцо самого, так скажем, теплообменника. Мы его меняем. Оно у нас одноразовое. Обязательно при каждой замене у нас должен быть фильтр и кольцо. Вот эта большая уплотнительная резинка, как еще по-другому сказать. Вот. Сняли старое уплотнительное кольцо. Там оно у нас стоит вот. Обязательно все обезжириваем. Перед этим все протираем безворцевой. Ветошь ее, чтобы не остались. Кусочки ворс протер. Берем фильтр. Обязательно прилегающий поверхность резиночки. Смазываем силиконом. Там хоть и задерется, но для более удобной установки. Додвигаем опять теплообменник. Хоп. Фильтр дома. Предварительно болты почистил от, так скажем, старой ржавчины. И я смазываю эти, так скажем, болты, которые очень часто прикисают, графитной смазкой. Можно использовать смазку Шрус. Она тоже очень много содержит графит. Вот. И сейчас буду их пытаться наживлять. И затягиваем болты предварительно. Все четыре болта подтянув. Далее снимаем старую прокладку поддона. Она здесь сидит на направляющих. Вот она. Вот. Замываем следы масла, течек. То, что стекло от фильтра тонкой очистки, стеклообменника. Масла тут много. Далее берем фильтр грубой очистки. Также есть уплотнительное кольцо у него. Его тоже смазываем. Упростить установку. Туда сейчас так защёл. Оттягиваем. Далее очистим прилегающую поверхность прокладки. Моем поддон. Перед этим снимаем магниты. Сейчас их максимально сначала протрем ветошью. Замываем сам поддон прилегающей поверхности. Обязательно смотрим, насколько прилегающей поверхности подгнила. Но здесь краска целая. Хоть сам поддон ржавый. Здесь более-менее все хорошо. И вымываем всю грязь. Далее протираем магниты. Сдуваем стружку. Устанавливаем, скажем, на их место. Далее приготовим. Собственные прокладки. Сейчас я там всё ещё раз обезжирю. Прилегающие поверхности обезжириваю. Берём прокладку. Берём пару болтов. Здесь несложно на направляющих прокладках садиться. И само собой вслед за ней поддон. Оп. Далее наживляем остальные болты. Здесь можно по кругу. Крест-накрест не надо. Потому что не направляющих. Наживил. Затягиваю рукой. Чего? Чего? Двух болтов. Нет резьбы. Сейчас я попробую установлю болты с более длинной резьбой. И берём здесь с этой стороны, где нет резьбы, был сквозной. Если даже будет немного длиннее, не страшно. Ну, в принципе, он и затянулся. Далее устанавливаем пробку с новой шайбой обязательно. Шайба у нас одноразовая. Ставим 23. Затягиваем генометрическим ключом. Всё, отработали. Затянули. Замываем остатки лидов масла, где они есть. Работа у нас снизу пока закончилась. Собирать здесь не буду, что проверить потом на герметичность. Заливаем масло. Масло здесь заливается, опять же, повторюсь, через щуп. Далее заливаем масло в вариатор. Ну, как я и говорил, здесь очень удобно заливать. Здесь есть щуп и через него очень хорошо вот такой вот удобной вороночкой заливать. Залю я сразу 4 литра сюда. Я точно знаю, что их хватит. А там уже будем доливать по мере надобности. Заливаем, опять же, плавно, потому что трубка щупа может наполниться и не выливаться. Далее, чтобы выставить уровень в автоматических трансмиссиях, мы запускаем автомобиль и прогоняем селектором по передачам. Обычно я делаю на каждой передаче где-то по 10 секунд. Также можно далее перевести в механическую и тоже попробовать попереключать. Некоторые автомобили дают попереключать выше, некоторые нет. В данном случае нет. 5D, нейтраль, задняя, проверяем масло. Паркинг заведенный двигатель. Далее проверяем масло на щупе, требует ли у нас доливки или нет. Масло меньше даже минимума. думаю, я еще где-нибудь 0,7 литра подолью. Ага, ну вот, середина, так скажем, холодного уровня. Масло на холодного. Далее будем подключать диагностическое оборудование, ждать прогрева до 80 градусов и выставлять уже по максимуму. посмотрели температуру. Температура как раз у нас для проверки уровня масла это уже получается на горячую 80 градусов. Сейчас проверяем сколько. Ну вот, сейчас хорошо видно как раз почти максимум. Все, вы мау уровень выставили, вставляем щуп на место и глушим двигатель. в принципе замену масла закончили. Сейчас я поставлю защиты. Устанавливаю локер на место. я вообще рекомендую замену масла производить каждые 45-60 тысяч километров. Это все зависит от того насколько у вас пробег отличается более городской режим или по трассе. Потому что коробка вариаторная она очень нежная к маслу. Так что производите свое время замену масла и будет все хорошо. На этом можно попрощаться. Субтитры сделал DimaTorzok